тема сегодняшнего дня она совпадается недельной главой тары имена бога потому что это на самом деле эта тема вот я нашел у нас в кузари сегодня урок кузари так это и кузари тоже кто хочет это изучить и наверно уже все читали это глава 4 большая глава и внутри есть подпункт до параграф 2 и здесь начнем как бы начнем с кузари а потом продолжим еще по другим источникам сказал хазарин заряне как я могу называть особым именем того на кого нельзя указать и о ком я могу судить только по его действиям сказал мудрец есть указание на это и порочество и духовное откровение то есть человек называет за каким-то определенным именем по тебя он не может но на этот счет если определенные указания этим указанием можно следовать и это нормально хотя как-то вроде бы кажется действительно довольно странно что скажем ну мы говорим там иисус боженька это уже что-то это конкретика это можно да а мы говорим у евреев это вообще как бы плюс минус бесконечность это какая-то неизвестная сила и как же туда как бы два аспекта во первых он такой великий а я что ему на ты что ли да это нечто такое что вообще непонятно да а с другой стороны действительно нечто непостижимое надо так его называть непостижимое непонятное в тот момент когда я даю имя это какая-то определенность не может быть определенностью у творца которого как бы он все да вот есть такое выражение место маком называет ашем маком его место маком почему говорят потому что он маком он место для всех и никто не является местом для него то это какое-то общее определение не не собственное место определенно но называть его каким-то собственным именем он говорит совершенно определенно совершенно правильно удивляется он говорит ты продолжает мудрец и говорит что есть как бы действительно самому придумывать не надо но есть и указания во первых на это то то есть то что да можно называть и в пророчествах и духовных откровениях появляется даже конкретные какие-то названия от себя нет но опасно это имеет место быть начну и в этом смысле идем по поступка стопам наших мудрецов они называют значит и на можно и ведь мудрец во не могут ввести в заблуждение из них произрастает ересь и ложные выводы вот тут конечно не хватает снова как всегда ивридского текста с непонятно о чем он говорит но искать так если от тебя ты придумываешь что безусловно это будет себя неправильно да ну еще что то здесь вот приходится читать впереди как бы перескакивая вот он тут там говорит про философов которые смысле определения имени бога приближить приблизились больше всего к еврейским воззрением но философа имеется ввиду носители греческой философии как мы знаем греческая философия она тоже теологическая как бы верят какие-то силы и он говорит философ на сказать в это еще будем как бы снова возвращаться к этому но в целом отношения рабиуда леви или этого мудреца к греческой философии он будет это они позаимствовали у еврея да есть такое как бы разговор о том что в какой-то момент когда изгнанники десять колен оказались а скажем в малой азии в турции там они встретились и греками с греками да поскольку это и там значит произошел скажем обмен односторонний но произошел обмен передачи информации еврейских воззрений это как бы оказалось сильное впечатление этот взгляд и он так прижился целом вот это как бы поэтому он с одной стороны говорит что единственное кто более всего правильно как бы близко к нам это греческие философы но не совсем их их уход мысли таков что бог есть но он не причиняет на вреда и не приносит пользы да мы говорили уже об этом что это такой подход который я связан с тем что он большой буквы так велик да что он совершенно отстранен от нас но как бы в тот момент когда он связан с нашим бренным миром он тоже значит такой же как и мы да понятно да когда я скажи мне кто твой друг так я скажу кто ты скажи самое а бог великий бесконечный всесильный связан с нами не хорошими плохими грязными значит он имеет эти качества поскольку этого не может быть как говорят по-русски этого не может быть никогда поэтому там где-то никого я сама его не интересует поэтому он говорит он не причиная на вреда и не приносит пользы он не знает о наших молитвах и жертвоприношениях наших повинаниях его не интересует поэтому нету связи между ним Однако никто не знает имени Бога, которое указало бы на Него. Они не знают греки, совершенно справедливо. Почему они не знают? Потому что Он, Ашем, им не открылся. Нам Он открылся, поэтому мы знаем. У нас есть в этом смысле, как это ни странно звучит, объективное знание. Он открылся нам на Синае и сказал, я такой-то и такой-то, и сказал нам, что Он от нас ожидает. Только нам, поэтому нас мы знаем, а они действительно не знают. У них есть какое-то представление действительно. Они в этом смысле греки времена Платона, Сократа и Аристотеля, они ушли от этого мифического мира, греческого представления, что у него там были всякие небесные жители, которые боролись между собой, ревновались. Они взяли друг к другу всякие там Зевсы, Афродиты, Юпитеры, и они пришли к чистому воззрению, что нет таких, это все идолы, есть какие-то абсолютные истины, тоже в божественном происхождении. Но Ашем им не открылся, поэтому они больше этого не знают, это очень честно. И Он говорит поэтому, однако никто не знает имени Бога, который указывал бы на Него. Но тот, кто слышал Его слова, а кто слышал Его слова, это мы, Он обращался к нам. Повеление и предупреждение о Его награде, заповиновении, наказании и заповиновении называют Его ясным именем, обозначающим тот, кто говорил с Ним. Вот уже как бы можно сказать, общее название Творца – это тот, кто говорил с нами на горе Синайской. Это что-то конкретное, Он действительно говорил, обращался к нам. В этом смысле я, может быть, нетрадиционно, но подчеркиваю в акте дарования Тары, не саму Тару, которая была дарована, а прежде того, что это, собственно, не материальная сила какая-то, открылась один раз, проявилась и обратилась к нам. Это чудо из ряда вон выходящее. Я всегда представляю себе, какая самая обертка, оберточная бумага, которая вдруг разрывается, и вдруг ты смотришь в другой мир. Ну, сейчас это даже и понятно, когда летят всякие космические корабли, открывают иные миры, открывают, пока что еще ничего такого не открыли в любая планета. Это по-прежнему камни и песок, чем похожи на нашу Землю, в другом состоянии. Ну, на самом деле, а нам вот это что-то такое открылось, у нас есть свидетели, поэтому это основа нашей веры, что мы, да, мы были, мы знаем, и оттуда мы это знаем. Если бы мы сами придумали бы, конечно, это ничего не выстоило бы. Мы слышали, да, поэтому он говорит, это у меня на этой книжке, в этом издании Московском, 265-я страница. И тогда ему станет ясно, что именно он с большого буквы создал мир из ничего. Первый из них был Адам, который не знал бы Бога, если бы он не говорил с ним. Снова, как бы, первое общение, как мы знаем из Тары, первое общение этого Творца с большой буквы, с чем-то человечим, было непосредственно общение от Адама Амаришонова, оттуда бы он это знал и передал нам. И как, если бы мы, не знаю, мы эту тему учили не очень последовательно, но там есть один момент, когда вот этот хазарянин, или, скажем, человек, который хочет пойти к Гиюр, в Махон-Мире, обратился к христианину в поисках истины, к мусульманину, и чем-то он в каждом случае был не удовлетворен. Потом он обратился к евреям и говорит, я к христиане и мусульмане, они ссылаются на тебя, поэтому я к тебя обратился как к первоисточнику. Во что ты веришь? Он говорит, вот я верю в исходы из Египта, в дарование Тары. И говорит ему, там этот кандидат на Гиюр говорит, вот видишь, как ваша вера деградировала. Вот видно, что раньше вы верили в Творца Вселенной, в Творца этой Земли, а сейчас ты говоришь какие-то вещи странные, да, какие-то исторические события. Почему бы тебе не сказали, что ты веришь в Творца? Он говорит, этого я не знаю. Как я узнал это опосредованно, после того, как он мне открылся, это я знаю. Он мне сказал, что вот так был сотворен мир. Я не присутствовал, и они тоже говорят, ни мусульмане, ни христиане не присутствовали в сотворении мира. Все они знают только из того, что Ашем им сказал. Поэтому я говорю не о том, что он сказал, да, скажем, я верю ему, доверяю ему, но прежде всего мне интересует, откуда я это знаю. Я это знаю из непосредственного опыта общения со мной. Он обратился к народу Израиля, до этого он еще обратился к Адаму Ришону. Здесь мы как-то еще будем об этом говорить, когда мы говорим, вот книга Шмот и о даровании Тары. Там мы исследуем шесть дней, когда сыны Израиля пришли к Синаю и готовились к получению Тары. Тоже очень важный момент. И там оказывается, Моше им говорит, читает часть Тары. Как же так? Это потом, вот сейчас будет дарование, пока что он там может читать. А объясняет, Рашинг говорит, но книгу Брюшид уже знали, да, от Адама Ришона. И часть книги Шмот это фактически просто записали то, что с ним произошло в Египте, это уже было фактическое знание. В любом случае это все основано на фактическом... А вот он говорит, Адаму стало ясно, что Бог это творец мира. И он указал на него словами и атрибутами и назвал его четырехбуквенным именем. Если бы не это, он оставался с именем Элуким, именем не отражающим сущность Бога. Значит, мы понимаем здесь, что есть имя, которое отражает суть Бога, саму суть, и это Ют Кей Вав Кей. Как я уже сказал из глагола Ле Абот, творец, сотворить Ле Абот. Творец, в современном июбрите тоже это присутствует. Это творец. Ле Абот. Ла Метей, вав, ле Абот, тав, ле Абот. Как Ле Йод, мы знаем Ле Йод, быть. И с того же практически корня стоит только с изменением. Хаба. И отсюда во имя, то, как имя, которое мы употребляем, оно глагол в будущем времени. Начинается с буквы Ют. Правда, это значение гораздо больше глубокое, но с точки зрения грамматики, это будущее время, так же, как отвечает потом, и мы сейчас этим займемся, на вопрос Моше, как твое имя, он говорит Эйе Ашария, я буду. То есть указывает какой-то вектор в будущность, продолжение действия, которое началось и когда-то, и продолжается до сих пор. Что это актуально всегда присутствует. В отличие снова от греческого подхода, что был Творец, он сотворил и удалился, и отдалился от своих дел. Какой нет смысла последней фразы, что если бы не... Ну, тогда мы говорим, что Элуким, ведь это как бы, это то, как человек сталкивается с действием Творца в этом мире. Он наказывает, он судит человека. Если мы поступаем не так, мы сразу, как учил нас Застаевский, извините за шутку, да, что есть преступление, но есть и наказание. Кто это делает? Это Элуким, да, это понятие Элуким, это функциональное значение, да, которое описывает реакцию его на нарушение каких-то его законов. Нарушаем закон и сразу получаем наказание. Это Элуким. Вот здесь он говорит. Элуким, но это говорит Элуким, и как все известно, что мы все, что мы познаем, мы познаем на базе личного опыта. И этому мы даем какое-то свое условное название. А снова Юткей Вавкей, это не наш личный опыт, потому что мы не знаем, мы не были во время творения, мы не знаем, кто творится. Если бы он нам не сказал, он говорит, мы бы это сами не знали. А вот все остальное мы знаем, да, что могут быть какие-то чудеса, могут быть события, это мы видим на своем опыте. Поэтому мы скажем, Шим правда нам сообщил, что так его именно в целом, он говорит, это мы могли бы сами придумать. Поэтому он говорит, он говорит так же, как и Каин, и Эвель, знали о нем с большой буквы только из-за прочей свидетельства его отца. Адам Иришон рассказал Каину Эвелю, да, в этом смысле, как бы, когда мы говорим о даровании или откровении, да. Да, откровение больше, чем даровании, понятно, потому что сам факт откровения, что значит откровение, открытость, да, что он открылся нам, да. Так вот, говорит здесь, мы об этом как бы не особенно даем отчет, откровение на самом деле уже было до этого, когда Ашем общался с Адамом Иришоном, да, поскольку он его сотворил, да, и он как бы был непосредственный контакт с ним. Поэтому часть того, что потом передается, это с самого начала от Адама Иришона, потом было забыто, было как бы воспонятно, но это значение тоже, знание это было тоже в этом смысле как бы изначальное, да. Так прозвалось домушей и пророков, которые были после него, и они называли Бога четверобуквенным именем, так как они удостоились духовного видения, да, то, что мы сталкиваемся в главе Шмот, когда там он говорит мое имя, а нет, в нашей главе, да, в эра, он говорит, да, вы знали мое имя, но вы не знали его значения, а сейчас я вам расскажу его значение. Понимаете, это два уровня знания. Ты знаешь, что есть какой, как говорят, черный ящик, называется черный ящик, что там мы не знаем, но мы знаем, что есть что-то такое, да. Это знал Абрам Ицхаков и Якова, он знал, что есть что-то такое, да. Он сказал, что есть Шадай. Да, еще это тоже, да, ну тоже снова, это уже как бы он раскрылся, как и Шадай, назвал себя, называйте меня Шадай, мы сейчас об этом немножко поговорим, но в целом это как бы два разных уровня знания. И мы знали, что, и он обращался к ним, и они знали, что есть такое имя, Ютки и Вавки. Но что это значит? Только сейчас в нашей главе мы об этом знаем. Я говорю, так удачно у меня получилось, что та тема, о которой я хотел говорить в Акузаре, она совпадает с темой Парашат Шабуа, поэтому здесь очень много чего сказано, но я решил вам почитать, что об этом говорит Рабиму Шамбен Ахман. Я начал на прошлом уроке Парашат Шабуа, здесь у нас как бы получается естественный переход из недельной главы в книгу Куза и обратно. Рамбан, как я говорю оба Шамбен Ахман, он жил в середине 13 века, то есть, скажем условно, 1950 год, постараемся вспомнить, что происходило в это время в Европе, но особо много не происходило. А вот тогда уже Рамбан пишет на тему, и как бы тема, которую изучает здесь, но я не знаю, сколько мы посвятили этому или другие преподаватели, вот всех интересует, почему Мушер Абейну, когда он получает наказы идти и освободить народы Израиля, он спрашивает, как тебя звать? Это как бы со всех сторон непонятный вопрос. Зачем он это спрашивает? Что ему даст это имя? Это разные аспекты этого вопроса понятных, потому что ясно, что чисто познавательно это хорошо, но видно, что этот вопрос для него ключевой. После того, как он уже согласен принять миссию идти и освободить народы Израиля, он хочет сейчас знать что-то очень сущное, очень важное. И что же именно он хочет знать? Что ему откроется в этом имени? Об этом пишет Рамбан, как ни странно, Раши мало об этом пишет. Но Рамбан, как я говорю, это, по сути дела, основоположник Каббалы в Европе, потому что его сын привез книгу Зоара из Израиля. Получил он из рук, но практически сын его, Рамбана, привез отцу книгу Зоара. Поэтому он как бы в смысле... Сначала начало коммунистической мысли и высоте. Сначала раньше, но на основании Зоара это вот Рамбан начинает. Потому что все, что пишет Рамбан, очень часто Рамбан спорит с Раши. Но какая смелость, Раши это все-таки корифей, Рамбан тоже великий человек. Потому что у него была какая-то дополнительная еще информация. Рамбан, книги Зоара, что такое? Зоара это мидраж, который объясняет текст старых. Пользоваться... Посмотрите это. Знаете, сам я говорю нашим зрителям, самый лучший справочник, начальный для этого, это энциклопедия еврейских мудрецов, которая издана Швутами уже много лет назад, пожалуй, чуть ли не 20 лет назад, на русском языке. У нас есть... В переводе и с комментариями Кравцова, но там это не выглядит как мидраж. Мидраж все-таки есть... Взор это мидраж. Взор это мидраж. Нет, мидраж это как мидраж раба, объясняет какие-то и комментирует, дает углубленное толкование значению отрывковой старой. То же самое занимается мидраж рабище Монбарьюхай, в этом смысле как раз мидраж раба, предположим, и в какой-то стиме даже мидраж Танхума с той же самой эпохи, что я рабище Монбарьюхай. Это период Танаим. Ну, в любом случае, посмотрите, я вам советую замечательная энциклопедия Швутами. Ну, Швутами как бы литовского направления. Поэтому, когда мне впервые принесли, я сразу посмотрел раздел болотания. Ну, литовцы, они же против, они ведь на Гедлера работания. Я смотрю, все правильно написано, подробно. Я тогда Рав Кук. И про Раву Кука написано подробно. А они объяснили, да? Потом я, пожалуйста, в редактор пишет. Они говорят, мы брали как бы эту тему или изложение каждого мудреца из той школы, которую он представляет. То есть, если мы хотим написать про болотание, мы сразу смотрим, что пишет Хаббат об этом. Это да, это хорошая как бы книга полная. Ну, и в частности, вот посмотрите там на Рамбана, они об этом пишут. Там указывают точно, что произошло. Энциклопедия еврейских мудрецов. У нас здесь есть в библиотеке. Вот поговорите с Элязаром, он вам покажет эту книжку вот в нашей главой комнате. Я думаю, и у Рава Абрама тоже есть. И всем остальным я тоже рекомендую, потому что, когда я читаю, это просто как роман исторический. Такие личности, такие крупные люди, такие события, которых мы не знаем. Ну, хорошо. Вот и значит, что пишет Рамбан вот как раз на эту тему говорит это у нас, возвращаясь несколько назад, ну, на самом деле, как бы отделение раздела шмот от Абарера, оно чисто условно, потому что это проложение той же самой темы, миссия, начало исполнения миссии. И говорит Моше здесь, главе 3, по ссылке 14, он говорит «Я приду к евреям, скажу к ним народу Израиля, вот меня Ашем послал, вы Амрули Машмо Ма-Омар Алеем». Ну, тут-то как бы даже он объясняет, зачем ему нужно это знать, знать имя. Они скажут, как его имя, что им сказать. То есть, как бы, из самого этого вопроса пристегает, что Моше понимает, что есть разные имена, и Шема можно представлять Элукием, Шадай и еще каким-то другим именем. Из этих вот всех имен он говорит, какое имя я должен им сказать, как ты им хочешь представиться. Скажем, ну, как бы, несколько утрируя, конечно, как говорят, допросит меня Бог, и сам человек может быть адвокатом, и преподавателем, и раввином. И каждый раз он дает другую визитную карточку. Одно другому, на самом деле, не противоречит, но раскрывает разные стороны его личности. Есть много раввинов, которые научились на адвокатуре. Так вот, и на это, значит, Рамбан говорит, что есть разное мнение. Он говорит, вот, наверное, есть русский перевод Рамбана, да? Есть русский перевод, но я сказал, что на самом деле это не перевод Рамбана, а перевод кого-то, кто комментировал Рамбана, поэтому это не польза. Да, издан сейчас. Да, такие большие книги, да, но вот не важно, я просто знаю, я говорю, будьте осторожны, потому что это не Патлас. Патлас. Цвет Патлас издался. Это большие такие книги. Так вот, там потом он написал, что это, на самом деле, это не перевод объяснения Рамбана, а это комментарий какого-то раввина, как он понял это. Поэтому я, как бы, как ученый, я предпочитаю читать из первоисточника. Посмотрите, там это как бы не стало заметно, но когда я стал это изучать, я обратил внимание, я говорю, это вряд ли Рамбан сказал такие вещи. Потом посмотрел по лицу, оказывается, это самый текст, уроков, которые давал по Рамбану преподавать. Но неважно. Так вот, говорит Ибн Эзра. Ибн Эзра, как вы знаете, это практически современие Карабиуда Леви. То есть, как бы, какой-то степени современия Краши или, да, 11 век. он говорит так. Здесь Рамбан критикует объяснение Ибн Эзра, но в какой-то степени он в этом смысле излагает очень интересные подходы, объясняет нам подход Ибн Эзры. Как мы говорим, у нас это выражение такое Все правильно, да. И это объяснение Ибн Эзры и объяснение Рамбана и объяснение Раши. Все они происходит от Ашема, просто раскрывают разные стороны. Вот он говорит так Ибн Эзра. Когда спросил Моше, какое имя он назовет Израилю, из Мишмотав, из всех имен, да, то есть, сразу предполагается, что Моше знает все эти имена, но он говорит, какую конкретно визитную карточку надо представить. Ки Бе Эль Шадай Луэ Осе Отот, да, Эль Шадай, если он скажет это Эль Шадай и постал, а говорит Ибн Эзра, но они понимают, что должны быть какие-то от, в данном случае это какое-то чудо из ряда вот выходящее. А Эль Шадай не делает великих чудес. Сейчас он объяснит. Рак, да, тут может быть я не знаю, так я прибавлю к этому, мы говорили об этом. Шадай происходит от слова Ле Шадед, вот, Алик знает, Ле Шадед Марахот, Чинуй, изменение, перестройка. Шадай, он занимается тем, что на основании существующего, он тоже создает какие-то необычные вещи, так же, как мы, скажем, человек создает какую-либо электронную технику, изобретает какую-то квантовую физику, но это все существует, да, это все чудесно, это из ряда было выходящее, но это как бы работает с существующим материалом. А тут, говорит Ибн Эзра, может, я понимал, что то, что ожидается, это будут какие-то явления необычные, не существующего материала, а что-то совершенно новое, как, скажем, Сашуси Нарава Кука, но в целом это общепринятое мнение, что есть два вида чудес, да, чудеса, как бы, как нечто неожиданное, то, что существует, но не открылось нам до сих пор, мы говорим, это чудо, да, на самом деле, тоже может быть явление одноразовое, да, чудо это нечто неожиданное, одноразовое, которое поражает, но оно может быть в рамках существующего, просто мы не понимали, не знали нам это, вдруг это открылось, и может быть открылось один раз и больше не будет, мы называем это чудо, и говорит, но есть другая категория, это творение чего-то, что вообще не существовал до этого, как вот такого рода чудеса, так как говорит, Равкук по следам других мудрецов, творец не любит творить нечто новое, что не было до этого, потому что, если нужно совершить какое-то, ну что такое чудеса, это же не фокус-покус, просто какое-то, какое-то дополнительное, творение, которое необходимо в данной ситуации, а творец не любит создавать вечно новое, потому что это как бы ему упрек, что что-то было не хватало, и надо что-то добавить, да, поэтому, как правило, чудеса происходят в рамках существующего, снова неожиданное, неповторимое, но потом, как мы знаем, берутся, сам приходит Альберт Эйнштейн, другие они объясняют, а есть вещи, которые необъяснимы, которые как бы, поэтому, как правило, все чудеса, о которых мы говорим, они на самом деле как бы имеют место быть, да, так я в этом смысле тоже не успею, наверное, много рассказать, но привожу всегда Рав Кука, Абрам Ицхака Кук, Абрам Ицхака Кук, Ищева Амирказа Рав, он преподавал, как мы знаем, правда, не в этой, а там, если как бы основное здание находится на улице Яфа, есть улица Рава Кука, и там находится на углу старое здание, там это была Ищева Амирказа Рав до этого, и он давал на исходе субботы, он давал уроки по кузыре, и там его спросили о свободе выбора, что вроде бы по батаре, у человека нет свободы выбора, все уже заранее задано, и все существует, и он, он говорит, да, на самом деле, даже вещи, которые сейчас нам открываются, они могли быть до него, да, как мы знаем, да, Винча нарисовал танк и вертолет, вот, но тогда чего-то не хватало, но в принципе, это есть, и вот так он говорит, если бы кто-то нам рассказал о ковре самолете, о каких-то звуках, которые ты слышишь издалека, мы бы не поверим, сказать бы, это не бывает, но говорит, сейчас, когда мы летаем на самолетах, говорит Рав Кук, и мы говорим по телефону, с Америкой, это все, это кажется реальным, так он говорит, вот поймите, значит, свобода выбора наша, ограничена нашей реальностью, например, у Творца, он делает все, что в тот момент, когда он зачет нужным, он надел, у него нет проблемы, а человек может о чем-то подумать, да, у него это возникает в мыслях, но реализовать у него нету пока что, но все равно придет время, он говорит, если он об этом подумал, то в конечном моменте у него будут возможности это реализовать, но у них есть вещи, о которых человек не может подумать вообще, да, есть другие вещи, которые мы даже не способен, как бы представить себе, вот тут он говорит, кончается свобода выбора, то есть по его определению, да, свобода выбора, это в том смысле, что ты можешь нарисовать, придумать все возможные вещи, но если, и это, тут как бы, нет ограничения свобода выбора, человек решил сделать вертолет, самолет, конечно, что-нибудь сделал, да, так, то факт, что он захотел сделать вертолет, или танк, или, не дай бог, что-то другое, или какую-то самую атомную реакцию, атомную телестанцию, вернее, атомную станцию энергии, другие говорят, что ты придумал, это невозможно, оказалось, но потом это оказалось возможным, то есть самые фантастические вещи, о которых человек может подумать, он говорит, ну есть вещи, о которых мы даже и подумать не можем, да, вот там, здесь, как бы, предел, мы с вами думаем, что это такое, ну, будет, вот такие есть вещи, вот Шадай, поэтому он действует в рамках того, что есть, я говорю, все эти открытия, изобретения, и все, это все относится не что-то новое, что до этого не существовало, человек и подумали, представляли, и очень много есть действительно во всяких легендах и сказаниях, когда читаешь, особенно, действительно, ковер-самолет, думаешь, вот люди там фантазировали, но они могли об этом подумать, значит, потом это и реализовалось, сейчас у нас есть ковры-самолеты, правда, там в сказках не сказано, что надо платить билет за полет, ну, а все остальное реально, летишь, действительно, летишь в самолете в Америку, внутри салон, те дают напитки, еду, смотришь там, как бы, какие-то картины, вообще даже не представляешь себе, что на высоте 10 километров висит вот этот самый кусочек железа и летит, как бы подумать об этом невозможно, но неважно, это я просто так несколько отступил от того, что он говорит, объясняет он, что такое, вообще-то говорят так, кель, шадай, да, прижимое имя эль не произносится, ну, так, с учебными целями можно, юткие вообще никогда нельзя произносить, а остальные имена с учебными целями можно произносить, поэтому я произношу, эль шадай, говорит, значит, значит, так и на этом, собственно, как кончается объяснение Ибн-Эзер, он говорит, о нем, Моши-Рабейну понимал, что исход из Египта будет сопряжен с какими-то великими событиями, которые до этого не существовали, когда это было как бы сотворение из-за нового, кого-то не существовало, и как вы знаете, но как бы для нас это естественным, что целый народ, вышел из нет друг другого народа, но тогда этого не было, не существовало, правда, может быть, по формуле, которую предложил Рав Кук, можем сказать, что в принципе это можно было представить себе, что когда-нибудь освободиться, но были беглые рабы, но чтобы целый народ, как бы сформавшаяся единица, вышла, и поэтому говорят, Гой Микеров Гой, как народ вышел из чресов другого народа, как будто бы родился Керов, это матка в какой-то степени, что Ашем взял и извлек народ, значит, в Египте формировался этот зародыш, и когда он самый сформировался, Ашем разродил и появился народ Израиля. Ну, можно, конечно, много возражений сказать, но это воспринимается, как явление необычное, не бывает такого, что вот потом, возможно, в тот момент, когда какой-то такой феномен имел место быть, он уже закрепленный, повторяется, но это не всегда. В любом случае, вот именно исходы из Египта воспринимаются, как явление из ряда вон выходящего. Сейчас мы к этому привыкли, но правильность, скажем так, что еще была такая ситуация, когда народ вышел из, мы говорим, Спартак, вот восстание Спартака, и все, но они там, как бы, покрутились, покрутились, и потом это ничего свое, как народ, который несет что-то свое, исключительное, своеобразное, практически в истории это неизвестно. А здесь это вот, как бы, один из примеров того чуда. Ну, говорят, рассечение Красного моря, все, что это было. Это вот, в любом случае, эти вот, от, а вот, снова обратим внимание, от, это не знак, а знамение, да, то есть, как бы, знамение, которое знаменует, что есть какая-то великая сила, которая управляет этим миром. Как мы говорим, что в тот момент, когда мы видим, что есть, ну, сейчас им не будет, в случае, это вот тот, который говорит, ибонезра, что они понимали, Муша понимал, Муша Рабейна понимал, чтобы совершить такое, чтобы израильские, еврейские рабы, которые находились в недрах Египетской империи, вдруг вышли бы и сформировались сразу, как единый народ, со своим особым каким-то, как бы, взглядом на вещи, все, это должно быть каким-то особым знамением, и, как бы, Муша Рабейна понимал, что это другое имя, это не имя Шадай, потому что это что-то новое. Бен два равных он им, говорит Рамбан, я, говорит, не согласен с Рабей Ибн Эзра, да, Ибн Эзра, это вообще арабское имя, да, или Авраам Ибн Эзра, Ибн сын Эзры, да, Авраам Эзрович, он съемен с ним, Эйн Дваравны Хоним, смотрите, вообще, когда знакомишься с критикой одних мудрецов на других, ты поражаешься нелицеприятностью критики, да, когда там у Рамбама есть оппонент, он говорит, говорит, этот человек не знает вообще, о чем говорит, так вот, он говорит, Эйн Дваравны Хоним, Бен Дваравны Хоним, Бейнай, правда, он говорит, для меня, откуда Моше Рабейну мог представить себе, что потребуются какие-то явления, нарушающие ход природы, он не знал об этом, Ашем ему об этом не сообщил, поэтому он не мог спросить об этом, что он не знал, что это произойдет, что же он знал, Абал Шияцилу Мят Митсраим Вейалем Лаарец Убешем Эль Шадай Йохалаву он говорит, просто так, чтобы извлечь народ из Египта и привезти в Израиль, это, говорит, политическое, историческое событие, вполне это могло действовать под именем Шадая, не надо было никаких новых имен, понятно, да, выходит, ничего необычного, не нужно было каких-то особых ототумов ты, да, Лаарец потом народ Израиля воевал с медиатанами, с Муавом, победил, это, говорит, Эль Шадай вполне может, хотя это, конечно, такой слабый народ, который только-то отправился от рабства, может быть, мы скажем, с точки зрения как бы вооружения и военной подготовки они были неспособны, это чудо, что они, что Израиль победил, да, но это чудо в рамках реальности. Вообще, он говорит, пример подобного того, что Сара, Сара и Мейну, когда она была у фараона, да, и он ее уже как бы все собирался ее захватить, он был бы вынужден вдруг этого фараона, как мы знаем, постигла проказы, там, Сарат и прочее, прочее, против его воли, то есть ни с того, ни с сего, он, как бы, были какие-то великие знамения, которые заставили фараона одуматься и освободить Сару, но это все было, говорит Рамбан, в рамках природы, бывает, да, с этом, бодки Яков, амар, бая, и луким, и махэм, ва и шив, и тхэм, и рецавут и хэм, гам, когда Яков перед смертью говорит сыновьям Израиля, кто вас извлекет из рабства, он называет имя и луким, посмотрим это в разделе ваехи, как говорит Яков и предвещает освобождение народа из египетского плена, он говорит, и луким, да, и луким, и луким, и ем ахэм, ваешив от хэм, и ля арцавут и хэм, да, а Иосеф амар, пакод, и вкод, и луким от хэм, да, он говорит, но все, значит, Яков и Иосеф говорят это и луким, да, не нужно было для этой цели, говорит, для этой цели, говорит, рамбан, не нужно было никаких, никакого другого какого-то статуса ашэма, да, бейней, апкида, бейлуким, пкида, как мы знаем, это вспоминает, да, пкида, вообще у нас, говорит, это секретарша, служащая, да, но большое значение, легко, это вспомнить, напомнить, посетить, да, оттуда уже какие-то функциональные значения, как секретарь или как приказ, а глагол пакаду, он очень какой-то сложный, непростой, он в случае, чем говорит, когда Яков говорит, когда Иосеф, Иосеф перед смертью говорит и обещает братьям, что по код, и в код, и тхэм, кто? Элуки, значит, было достаточно, этого имени было достаточно, чего вдруг Мошер Абэну считает, что этого имени, для этого это достаточно, а есть что-то такое, как он понимает, для которого этого имени ни Шадай, ни Алуким недостаточно, и он поэтому, что же это такое, что он понимает, что потребуется какое-либо новое имя, говорит на Рамбан, да, ульфи да ати, кто, видите, скромный человек, да, когда он критикует Ибнезу, он говорит, в бейнай, то есть, по-моему, это неправильно, а здесь, а что да, ульфи да ати, по моему разумению, он говорит, а я муше гам бейт аи, ав бе хохма, муше рабейну, и в то время, был ав бе хохма, то есть, он, как мы говорим, был величайшим пророком, муше рабейну, это самый большой пророк, я кому объяснял, мы говорим, мы читаем, и шаяу, например, это колоссально, такие, как бы, указания морального порядка, исторического развития, и прочее, прочее, кто может быть больше его, Исаия, да, христиан во всем мире, муше рабейну, а что он, особенно таких моральных установлений, не давал, но что было особенную муше рабейну, он общался, он общался с ашемом, практически непосредственно, то есть, правда, говорит, когда муше хочет больше, говорит ему ашем, ло иране, а адам вэ хай, увидеть ли меня не можно, говорят, и их разделял на один экран, да, была какая-то завеса, и то, что называется, геморей аспеклярия, аспеклярия, это, как бы, перевод на греческий, это зеркало, ну, муше рабейну, не смотрел на себя в зеркало, и думал, что это лаким, это абсурд, потому что, другое значение, это экран, и как вообще объясняется, что вообще мы все, тоже можем воспринимать ашема, но у нас много экранов, что наши, экраны, это наши грехи, да, когда самое, замазано, как будто бы, не имеем четкого изображения, если много чего на бедокуре, или, то практически ничего не видно, если начинаем снимать с себя всю эту грязную одежку, начинаем постепенно больше понимать, понимать вторее, понимать со словом мудрецов, а у Машар-Бейна такого рода никаких, он был чистый совершенно, поэтому у него был один единственный экран, больше этого быть не может, поэтому он называется, авлехохма, как отец всех пророков, и что же тогда, зачем говорит Рамбан, нужен этот статус, ава-бехохма, он говорит, гадоль бемаала, бемаала та невуа, то есть в смысле, невуа, он был номер один, бедерах шейла бекеш шиедену, ми ашолея хото, да, понятно, что он когда спросил, он не спросил, просто имя, понятно, потому что это вопрос не об имени, да, как бы номиноклатурном, да, Василий Иванович, Иоанн Петрович, действительно, не об этом он спрашивал, он говорит, он спросил, кто конкретно, да, посылает его, клума, то есть, он говорит, ба изэмида, ушолея холея, так как мы знаем, скажем, для объяснения, ну, тут у меня есть ребята, которые учились в Хабаде, в России, они знают, что есть сферот, правильно, учили это, да, и сферот, семь сферот, на самом деле, здесь и сферот, хма, бина, адад, хесед, гбура, и прочее, прочее, вот, как будто бы, ажем проявляется через одно из этих, из этих понятий, да, ба изэмида, так как мы знаем, уже мы знаем, хесед, это бесконечное милосердие, гура, это суд, как бы, гура, это элуким, и, возможно, и три сферот, которые над этим, в кеттере, хма, да, нянь шамар, и шайяу, ба, ажем, элуким, шелахани, врухо, да, врухо, шелахани, врухо, ажем паслал меня, и рухо, и вот здесь он объясняет, что такое рухо, ну, рух, мы знаем, это вообще душа, да, он объясняет, он говорит, он говорит, он, что через это, значит, руаха, он говорит, вот что, если у меня, как бы, это, я взял это из, Турадхаим, такой очень пространный комментарий, он говорит так, он говорит, то есть человек обладает способностью видеть и понимать вещи по воле Ашема, да, и это у мишхинато, а не кретрухо, шхина, как мы уже говорили, от слова лишкон, мишкан, шахен, шхуна, пребывание, да, как бы, на ве, при всем своем величии, он не может подняться до уровня хохма бинабедат, но когда шхина, его присутствие находится с ним, это, как бы, более ощутимое присутствие Ашема, через это, как бы, он получает возможность видеть эти какие-то более высокие истины, да, как мы говорим, как причина, к которой мы хотим, чтобы был байт-амикдаш, как байт-амикдаш, на самом деле, знания нас мало интересуют, вообще, как мы знаем, в пустыне это был вообще какой-то шатер, потому что нас интересует, чтобы шхина, чтобы божественное присутствие было среди нас, божественное присутствие – это какое-то особое состояние, да, которое позволяет нам видеть и понимать вещи по их сути, да, без этого мы не можем, мы не понимаем. Это примерно, а вот значит, когда Шкина будет присутствовать в стране Израиля, то мы все будем на уровне пророков. Для нас это возможно. И говорит об этом Рабью Далеби, что на самом деле весь народ Израиля в какой-то ситуации может быть народом пророка. Но у Машарабейну это состояние было еще до этого, в отличие от нас. Он находился уже в Шкине. Поэтому он говорит, что он хочет через посредство Шкины понять суть его миссии. Вот он в этом и спрашивает. Он говорит, скажи мне, в каком сфере ты меня посылаешь? Или в сфере Эль-Шадай, то, что было у Авод. Он сказал, что ему говорили, да, я являлся под именем Эль-Шадай. Вот здесь Раббан соединяет две вещи, насколько я понимаю. Как мы знаем, как бы, и там, а вот, он дальше продолжает по этому. То есть представляет ему, как Бога праотцов. То есть, когда мы видим, что Шем здесь в книге Шмот представляется и дает миссию Машарабейну, он представляется как Бога Аврама Ицхака Иякова. Но говорит Раббан. Это внешнее название. Он не раскрывает внутреннюю суть этого имени, что за этим кроется. Поэтому он хотел понять. Возможно, когда эти события превратились с Абрамом Ицхаком Ияковым, они знали. Потому что, как вы знаете, когда Малхицеддок говорит Абраму, он говорит Наси Элуки Мата. А Наси, как мы знаем, это как президент. Но от слова Насет, Насе, несет. То есть, так говорят, что Абрам Абину был Миркабаш и Лакадош Буруху. То есть, он был носителем Ашема. Сам был носителем Ашема. Недаром потом говорят в Медаж, что Яков Абину был как Эль. Он сам был нечто... И поэтому так объясняют, почему Малхицеддок называет Абрама Абину. Но говорят, это был Шем Малхицеддок. Он тоже знал многих. Почему он называет Абрама Наси Ашем, Наси Элукин? Потому что он знал, и все это было общепринято, что Абрам Абину несет на себе Ашема. Когда Абрам Абину идет, это не просто человек. Это очень близко к христианским понятиям. Но это разница, есть разница. Нет, человек не может быть Богом. Но человек может быть носителем. И когда ты видишь этого человека, ты понимаешь, что это не человеческого порода. Я говорю, в той же самой энциклопедии еврейских мудрецов, Швутами, там говорится о встрече, рассказывается, как бы человек рассказывает, как он встретился с Вилинским Гаоном. И он говорит, когда я к нему зашел, я понял, это не человек, это что-то другое. Бывает такое, да? Причем они просто, можно сказать, садык и все. Он говорит, я понял, что это что-то другое. Что-то там есть, что как бы из-за нашего человеческого опыта. Мы таких людей не встречаем, но может быть. И вот в этом смысле... То же самое говорили, Аш-Ней развал на ней. Да, да, болотание. Что это не человек, он несет себе, представляет Ашем. Поэтому он говорит, когда Ашем, Элуке, Авраме, Схак и Яков являлись и праотцам, то он им раскрывался. Но когда он является Мушер-Абейну, он говорит общее название. Мушер-Абейну хочет понять, да? Он говорит, в лопе реш шем мишмутаба к душим. Мы, когда мы читаем это в Таре, мы говорим, да, понятно, он бога Абрама, Ицхак и Якова, говорит Рамбан. Но он не разъяснил значение, что стоит за этим общим именем. Да, это вывеска, он говорит. А что за этим кроется, какое функциональное значение, он не рассказал. Вот тут в какой-то степени Рамбан, ведь он сказал до этого, что Мушер-Абейну не знал, что потребуются какие-то особые знаки, знамения и чудеса при исходе из Египта, предположим. Но с другой стороны, он говорит Мушер-Абейну, знал, что будет откровение Божье на горе Синайской. И для этой цели совершенно очевидно нужно новое имя, которое до этого не было. Потому что это откровение, как таковое, он говорит, еще никогда не было, да? Именно этого он хотел. Будет ли это имя? Или это снова будет какое-то изменение реальности, как самое Шадай, какое-то чудо в рамках существующего? Или это будет творение чего-то нового, да? Поэтому он говорит, Правда, здесь, если так, у нас мало слушателей, поэтому я не могу произвести опрос и спросить, когда Мушер-Абейн услышал от Ашема о том, что будет дана Тура на горе Синайской? Вот здесь написано это, да? Говорит, как бы, обычно это проскакивает, но здесь есть, когда Мушер-Абейну говорит, а достойен ли этот народ, это примерно, да, в это глава 3, посух Юдалев, 11, говорит так, «Ми анохи ке-лех паро», это первый вопрос, «Ви ио ция дне Исраэль ми Митсрае», да? Там он спрашивает, так мы смотрим эту страфу 11, как будто повторение одного и того же, да? В начале 11 он говорит «Ми анохи ке-лех эль паро», кто я такой? Это то же самое, что я пойду к фараону, кто я такой? Имейте в виду, он меня не услышит. И второе продолжение того предложения, «Ви ио ция дне Исраэль ми Митсрае, смогу ли я вывести сыновей Израиля из Египта?» Казалось бы одно и то же, но по ответу, говорит Раша, и это основание Митраши, на самом деле это были две составные части вопроса. Первый вопрос действительно был, я не способен, это какое-то очень великое явление, это мне не по силам. И на это отвечает ему Ашем в 12-й страфе «Ки-е-е-эмах», я буду с тобой. То есть на самом деле он говорит «Ты прав», говорит, «Ты это не способен делать, но это не ты сделаешь, а я сделаю, я просто тебе скажу, ты будешь моим представителем». На самом деле я говорю, он мог ему сказать «Нет, Моше, ты великий человек, ты не будь скромным», да? Он говорит «Ты прав, ты это не способен делать, для этого нужно особое что-то, так я это сделаю, я просто тебе посылаю сказать об этом фарону, ты будешь моим представителем». А на второй вопрос получается так, в Эхио-цедне Исраэль Митрае, Раша объясняет тоже на основании анализа Митраши, он говорит, этот народ находится в таком упадочном состоянии, он согрешил, да? А потом и потребовалось 49 дней, чтобы очень быстро через все эти счета Омера провести их, чтобы они дозрели до состояния получения тары. А когда они были в Египте, они вообще были, он говорит, они заслужили, то есть так объясняется вторая часть вопроса, вообще они заслужили, чтобы их вывезти из Египта. Они уже все, они кончились как народ Божий, они погрязли там во всех этих грехах и все. Говорит на это, отвечает ему, он говорит, «Беоцияха это ам и Митраем, та абдун это луки маля разы». Он говорит, «Когда я выведу из Египта, они будут служить Ашему на горе Синайской, потому что Моше все это явление имитие он получает на горе Синайской». И так это объясняется. Говорит, Ашем говорит, «И в этом ты прав, действительно народ не находится на соответствующем состоянии, чтобы вывезти их из Египта, и тем более не в таком состоянии, чтобы давать им тару». Но он говорит, «Это моя задача. Есть, как мы знаем, два периода. Есть две тысячи лет тогу, беспорядка, беззаконие. Сейчас наступает две тысячи лет ттора. По моим планам мне это нужно. Поэтому, невзирая на то, что они этого не слушают, поскольку мне это нужно, это моя воля, я сделаю так, чтобы это произошло». Понятно, таким образом, Моше поэтому говорит, но как бы, то, что я о тебе знаю, это то, что ты не делаешь никогда. Если ты что-то можешь делать сверх того, что ты делал до этого, потому что до этого, он говорит, ты действовал, как Аль-Шадай, менял существующие какие-то вещи, открывался, а тут это что-то из ряда вон выходящее, нерастойный народ, довести до уровня состояния, еще открыться ему. А Шимов говорит, мне это надо, поэтому я это сделаю. Это вот понятно, что это чудо вне рамок, как бы, вне рамок ожидаемого. Поэтому он и говорит здесь, на основании же говорит, что Моше знал, Моше ему сказал. Вот здесь он ему говорит, да, мы не обратили внимания, в 12-й трофе он говорит, они будут тавдун, это айлуки, маля разы, они будут служить мне. И из этого Медраж делает вывод, что поскольку это мне надо, он отвечает ему, ты не вмешивайся, Моше, ты не делай мои подсчеты. Моше говорит, а вообще они достойны, чтобы я их вывел? А Шимов ему отвечает, это не твое дело. Мне это нужно. В таких вещах чистая логика математическая не действует. Когда это воля Ашема, то тогда это да. Когда объясняет мораль, я говорил это много раз, говорят, завис гору Синайскую над народом Израиля и сказал, или вы получаете тару, или не получаете, тогда я его создавлю. И возникает вопрос, зачем нужно было это? Они же сказали, мы будем все делать. После этого, зачем нужно это носили, есть разные объяснения. Так мораль говорит, это было только для одной цели, чтобы мы поняли, что есть вести, которые не зависят от нашего решения и желания. Называется он, это ювелирское слово, эхрах, за эхрихи. Это моя воля. Чтобы вы запомнили, очень хорошо, что вы это приняли добровольно, и за это вас люблю. Но вы должны понять, не потому, что вы согласились, а просто потому, что наступило время, этап развития человечества, и поэтому я вас заставлю. Имейте в виду, а сейчас делайте, это хорошо. Понимаете, вот это как бы такой двойственный подход. С одной стороны, очень хорошо, я вас спросил, вы сказали на свои нишма, превосходно. Но теперь запомните, то, что я делаю в этом мире, это не по вашей воле. У меня есть план, я его осуществляю, даже против вашей воли. Поэтому он говорит здесь, Рамбан, что Мошер Абейну знал, действительно, что будет Тора. Я сказал, не именем Эль Шадая, понятно, потому что дарование Торы, вообще откровение Всевышнее, это не изменение существующих порядков, это сотворение что-то другого, которого до сих пор не было никогда. И после этого никогда, как мы не знаем, Высшая Сила не обращалась к человеку непосредственно. Это что-то такое просто неожиданное. Мы можем только догадываться, читать в книгах, а вот здесь было непосредственно. Поэтому это действительно, это явление требовало какого-то нового проявления силы Ашема. И мы не знаем, что это было. вот это заключительное именно вот это хотел узнать это имя, а мы уже понимаем что имя это не номиноклатура это не какое-то название это проявление сущности он хотел знать явится ли Ашем под именем Ютке и Бавке потому что Мошарабейн узнал что проявление Ашема и дарование Тары это новое творение а новое творение способно только делать, когда он является под именем Ютке и Бавке как я сказал, лаговод, творец и он хотел узнать это будет новым творением или это будет нечто уж существующее и тогда Ашем сказал да, мое имя Ютке и Бавке тогда Мошарабейну понял что действительно здесь будет какое-то можно теперь обратиться к народу Израиля там еще добавляются какие-то два момента я скажу Мошарабейну по ходу дела сказал так если я скажу что Элуким меня послал они сказали это плохо Элуким это судья они знали о своем состоянии он нас судить будет мы не пройдем никаких экзаменов поэтому хотел сказать я не могу им это сказать как я могу сказать Элуким послал вывести вас бесполезно Элуким послал он нас осудит и он проверит знаете, когда плохие ученики не ходят на экзамен потому что просто завалится позор будет поэтому говорит Мошарабейну я их не могу сказать что Элуким послал сейчас я выведу из Египта как Юткей Вавкей как мы дальше как бы то что говорит Раши какое значение Юткей Вавкей я обещал относиться к вам милосердно я это выполнил как говорит Бифним Мишурат Адин то есть одно из значений Юткей Вавкей в отличие от Элуким Элуким это грозный судья Юткей Вавкей это Медат Рахамим а что такое Рахамим это Хезет Бедин есть Дин но в основе этого лежит Хезет тогда они сказали да тогда мы Мошарабейну сказал да с таким именем я могу прийти они скажут да он нас будет судить что значит он понимает наше состояние и тем не менее он поступит с нами вне рамок того а потом как бы потом мы очевидно будем нести как мы знаем потом это будет нам аухаться еще долго но в любом случае это возможно потому что он Медат Рахамим Бедин то на этом сегодня я окончаю как бы это интересное вступление читайте вот эту главу Парагаф 3 в главе 4 там больше сказано Медат Рахамим 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 Медат Рахамим